В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Выбор Ясин». Сегодня я заменяю Ольгу Журавлёву, меня зовут Алексей Соломин, ну а Евгений Григорьевич Ясин здесь традиционный участник, гости, ведущий, хозяин полноправной этой передачи. Здравствуйте, Евгений Григорьевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня такая у нас очень глобальная тема, на самом деле, потому что мы сталкиваем не просто двух людей, известных действительно очень в мире экономики, мы сталкиваем двух глыб, два политических, прошу прощения, два экономических, впрочем, и политических тоже течения. Мы говорим сегодня с вами о наследии Милтона Фридмана и Кейнса, или наоборот, наверное, Кейнс был пораньше. Давайте сначала объясним, быть может, в чём принципиальное отличие-то, может быть, не этих людей, но этих идей Фридмановской и Кейнсианской. Ну, вот, насколько я помню, то, так сказать, в основании, так сказать, различий были либералы, такие сторонники... Либеральный подход, то есть? Ну, либеральный подход, сторонники такого деятельного либерала, который был во главе, так сказать, такой либеральной партии. Его фамилия, я забыл, но это, как говорится, фамилия человека, который возглавлял американский, американскую мечту. То есть, американский вот либеральный успех, тогда, когда это был 29-й год и перед ним. И тогда, так сказать, все как бы в моде была, значит, соответствующая активная либеральная политика. А под либеральной мы все-таки подразумеваем вмешательство или невмешательство государства, да, в нашу жизнь? Под либеральной экономией? Вот я сижу, смотрю на вас и вижу, что это не так. Это не так. Может быть так, может быть не так. Но следующая политика была точно против вот этого президента. Против этой американской мечты в традиционном понимании. Мечты, да. Потому что мечта, так сказать, она как бы позволяла каждому делать то, что они хотят, а потом из этого получалась какая-то гадость. Вот. А, значит, наследник его, то есть человек, который стал символом американской политики активной, это Франклин Рузик. Ну, когда, ну, я, понимаете, человек, который был мальчишкой в годы, так сказать, американского государственного, государственного такого подхода. Потому что в то время была Вторая мировая война. И в это время, так сказать, было известно, что крупнейший американский государственный деятель, это Франклин Рузикт, он был скорее такой вот государственной склонности. Ну, он же, это же тот президент, благодаря которому, или, может быть, во время которого, если вы не хотите ему такие заслуги придавать, страна выкарабкалась из затяжного кризиса, серьезного кризиса, Великой депрессии, как он вошел в учебники истории. Да, я, как бы, не против того, против облика такого человека, как Франклин Рузикт. По очень простой причине. Я тогда был мальчишкой, который усваивал уроки войны, причем и со стороны Советского Союза и со стороны Франции, ой, Соединенных Штатов. И тогда Франклин Рузикт был большим другом Советского Союза. Против его выступлений, так сказать, ну, по-свойски против его взглядов выступал Черчилль. Вот. Но он был такой вот. В этом смысле он был либерал. Называть либералами людей, которые выступали за Сталина, ну, это, в общем, не совсем ложится, так сказать, в страху. А Черчилль был либералом в европейском смысле, потому что у него, вот, либерал, это был человек, который, так сказать, для, так сказать, активной государственной политики. Для активной политики не государственной, а именно, значит, деятелей бизнеса и так далее, так сказать, предоставляли самые большие возможности. Перед Рузвельтом, я посмотрел просто в Википедию, потому что сам не очень хорошо знаю, это Герберт Гувер, вы, наверное, его имели в виду. Республиканец Герберт Гувер. Да, 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 да. А просто он, конечно, его сказать, что он был, как бы, значит, анти... Он был государственником. Нет, не государственником. Он был сторонником... Рыночного. Да, рыночного. И у него не получалось. Вот, как раз, как раз-таки, большие достижения Рузвельта были, как бы, доказательством того, что не нужно прислушиваться к Гуверу. Как раз ведь при Гувере-то и началась эта депрессия, и связаны, то есть, как один из значимых факторов этого периода, это кризис перепроизводства, неспособность людей покупать... Да, да. Страшные продукты, которые производятся в Соединенных Штатах. И тогда приходит экономист Кейнс, как раз один из наших сегодняшних... Я прошу прощения, Кейнс приходит в Великобританию. Так, я имею в виду, что идея... Первая идея, которую экономисты принесли Франклину Рузвельту, это была идея Кейнса. Да. Джона Мейнарда Кейнса. Вот, они принесли эту идею и сказали, тот человек, у которого вы должны учиться, вот, тому, что сейчас должны делать эти самые люди, так сказать, в правительстве, это сторонник, это вот Кейнс. И вы должны быть, так сказать, его учеником. Чтобы постараться объяснить нашим слушателям, все-таки идея Кейнса, она контрастирует с тем, чем Америка жила в период достижения американской мечты, то вот чем... Это была государственная мечта. Это был человек, который советовал проводить активную государственную политику. Денежные стимуляции, расширение массы денег. Совершенно верно. Это для того, как потом видели американскую мечту или там американское представление о том, какая должна быть политика, это был первый период после победы американцев, очень громкой победы американцев во Второй мировой войне. Но главный спор в это время был таков, что сторонники Кейнса, они предлагали идеи, которые регулярно ввели к, так сказать, подрыву активной политики и достижению экономических успехов. Например, большим сторонником этой линии был Линдон Джонсон, который наследовал Кеннеди на посту президента. И никаких успехов там не видно было, больших. Но ведь именно Кейнсу приписывают, точнее, его идеям и продвижению этих идей в жизнь Франклином Рузвельтом, выход из этого кризиса. Вот как вы думаете, все-таки, может быть, это экономическая модель? Экономическая модель, которая способствовала, скажем, победам американцев во Второй мировой войне, которая способствовала в определенной степени успехам Великобритании во время войны. Значит, это была линия Кейнса. И, значит, накануне Второй мировой войны, вот тогда, когда произошли определенные замены в официальных линиях, скажем, был Чемберлин, который говорил, я вам принес мир. Но он никакого мира не принес. И как бы считать большим успехом те достижения, которые приносил Чемберлин, Чемберлин, это чепуха. Кто приносил успехи, значит, по-настоящему Великобритании? Черчилль. Черчилль, которого накануне Второй мировой войны противопоставляли Чемберлину как такому мирному и так далее. Но Черчилль был человеком войны. А Черчилль был человеком войны решительной, значит, и который проводил определенную политику государственную. Но одновременно, если бы я сейчас говорил о том, что бы я хотел бы, так сказать, чье лицо, так сказать, представляет Черчилль. Я бы сказал, что он, конечно, либерал. В том смысле, что он открывает возможности. Получается, что либералы – это люди войны? Да. Может быть. Решительные. Да, решительные. Да. Ну, можно иметь разные толкования. Я вам должен сказать, что как мальчишка, который рос в годы Второй мировой войны, в то время, когда Советский Союз дружил, ну, в основном с Америкой, а также немножко и с Великобританией, а Черчилль был тем первым человеком, который убеждал Рузвельта и так далее, что мы должны содействовать победе Советского Союза, хотя незадолго до этого мы особо против были дружбы между Гитлеровской Германией и Россией. Вот, значит, это была линия Черчилля. Ну, вот смотрите, война заканчивается, мир более-менее приходит в какой-то порядок, оправляется в некоторой степени от последствий войны, и появляется в Чикагском университете, становится известным такой человек, как Милтон Фридман. Он уже был, в принципе, известным экономистом, его пригласили работать в Чикагский университет, и появляется такая своего рода, что потом будут называть Чикагской школой, да, вот центр мысли, которая критикует кентьянский подход, которая выступает против вмешательства или широкого участия государства в экономической жизни. Ну, тогда я хочу сказать, что первое яркое выступление таких государственных людей против Советского Союза был Уинстон Черчилль. Фултонская речь, которая окончательно разорвала его со Сталина. Да, нужно просто иметь это в виду. Тогда уже Рузвельта не было, а был Давид Трумэн, который воспринял эту линию в американской политике, которую, так сказать, рекомендовал Черчилль в послевоенных условиях. А тогда это все уже получилось по-другому. Ну, ты прав в отношении Милтона Фридмана, потому что это было до войны. В этот момент был, так сказать, особенность между этим, значит, Кейнсом и Фридманом. Она в первый раз четко вырисовалась перед войной еще. Перед войной. Но всегда перед войной Кейнс это было лицо тех государственников. А, значит, также государственник был, если так считать, Франкл Рузвельт. Ну, если вы говорите о том, кто поддерживал войну вместе с Советским Союзом, это тоже Франклин Рузвельт. А, так сказать, Черчилль, он, как сказать, это он был во время войны, во всяком случае, либерал. Это уже политики резко негативно относящиеся не только к Советскому Союзу, а скорее к Советскому Союзу, как к лидеру коммунистического блока, коммунистам. Совершенно верно. Но тогда, когда мы говорим о довоенных условиях, то так складывалось так, что Рузвельту, Франклину Рузвельту, так сказать, навязывалось признание того, что он является поклонником Кейнса. Ну, не является поклонником, он действовал самостоятельно, но они как бы союзники в борьбе против наследия, кризиса в экономике. Значит, тогда, так сказать, надо было поддерживать Кейнса. И Кейнсианство было очень популярно среди экономистов того времени. Да, это было и, ну не социализм, но это был такой популизм в известном смысле, где поддержка была наемных работников, негров и так далее и тому подобное, это было, так сказать, очень известно. А Милтон Фридман выступал против этого. Причем он выступал и поднимал определенные, так сказать, вот флаги кризиса 29-го года. Он говорил, что вот вы отмечаете особые достижения политики Фридман у этого самого Кейнса, но если вы возьмете, значит, период 29-го года, то вы обнаружите такое интересное явление. Что вообще-то говоря, вот это кризисные явления, которые шли от признания, так сказать, того, что это либерализм и так далее, это, значит, на самом деле связано с совсем другими вещами. Мы имеем кучу явлений в экономике, которые не могли считаться либеральными. То есть, они имели марку либеральную, но на самом деле они имели другие, так сказать, моменты. И он был лицом либералов. Значит, он, так сказать, перед публикой, для Америки это очень важно. Кто представляет лицо того или иного направления? И, конечно, значит, Милтон Фридман это был человек, который представлял наиболее яркое лицо либерализма. Я прошу извещения, что я каждый раз упоминаю этот либерализм. Но у меня есть как бы особое... Я потом вам станет понятно, почему. Я даже сразу скажу, потому что я либерал. И я хочу, чтобы Россия в новом, в своем лице, то есть, не сталинском, чтобы она была страной либеральной. А вот вы упомянули Черчилля и сказали, сравнили его с Рузвельтом. Привели, наверное, положительное качество. Хотя многих людей они пугают, потому что Черчилль был человек войны. Решительный человек. Вроде бы хорошо, а с другой стороны, он, в отличие от Чемберлена, не стремился к мирной позиции. Сейчас-то мы его оправдываем, а тогда-то нам, наверное, был бы более понятен Чемберлен, который хотел мира. Дело в том, что ведь Милтон Фридман это тоже человек войны в экономическом смысле. Это человек тоже решительный. Это как раз Черчилль от экономики. Он самый настоящий либерал. Он за то, чтобы люди действовали, так сказать, в соответствии со своими интересами. Чтобы они, так сказать, добивались прибыли и так далее. И вот это как раз лицо буквального либерализма, если мы так говорим. И никакого отношения к Кейнсу. Потому что Кейнс каждый раз говорил, надо государство, вот на данном этапе, должно себя вести таким образом. Ну, таким образом, значит, оно должно быть какую-то активную политику. Оно должно там очень, так сказать, активно заниматься войной. Оно должно, так сказать, дружить с Америкой и так далее. Ну, значит, когда вы сидели и, так сказать, долго думали, то, значит, лицо Черчилля не подходило. Это был человек очень активный. И он сказал, как вы это мне подсовываете в моей стране Англии? Она, так сказать, всегда найдет то лицо, которое ей нужно. Но в этой ситуации лицо Англии заключается в том, что она должна остаться независимой. Что мы должны бороться. И все англичане должны быть государственниками. Вот примерно, так сказать, такая линия его. И одновременно эта линия Англии, она одновременно была лицом самой активной дружбы с Советским Союзом. То есть, нельзя сказать, что это дружба. Но первая страна, которая стала выступать за поставки различных товаров, в том числе оборонных, в Советскую Россию, это была Англия. То есть, связи, скорее, не дружбы, а величины связи. И, так сказать, поставки или продвижение этих самых кораблей, которые идут на Мурманск и так далее, это все Англия. А вот смотрите, я же не зря сказал про Фридмана как человека войны. Фигурально, конечно, выражаясь, потому что до обычной реальной войны ему было далеко. Но человек, который выступает с критикой вмешательства государства и говорит, что это нужно прекратить, причем как можно резче, быстрее и экстреннее, это означает, что государство отпускает цены. Цены взлетают, потому что они поддерживались государством. Потому что поддерживался спрос. Это государство отказывается от большей части социальных обязательств. Потому что тратило на это большие деньги, подстегивало. Ведь Милтон Фридман же вывел, ну, по-моему, сформулировал название не он, но он вывел сам эту проблему, стакфляция. Да, да, да. То, что потом... Почему я эти две фамилии вспомнил рядом? Кейнс и Фридман. Потому что накануне мировой войны и тогда, когда выбирались из кризисов, ну, Англия по-своему, Америка по-своему, но, так сказать, это были как раз такие фамилии. Кейнс и Милтон Фридман. Они были как бы... Противопоставлялись. Противопоставляемые лица. Совершенно верно. Вы правильно говорите. И это было лицо экономической науки накануне. Ну, такой уже самой горячей стадии Второй мировой войны. Просто, когда государство идет вот на этот путь, непопулистский, непопулярный, кстати, говорят, непопулярные реформы. За счет, что реформы необходимые, но очень болезненные для граждан страны. Но вот это тот путь, за который стоял Милтон Фридман. Именно поэтому он человек. И потом, после того, как это пошла война, все-таки появилась чикагская школа. И чикагские мальчики, так называемые. Чикагские мальчики, потому что это были молодые люди, которые учились у чикагских профессоров. Во-вторых, они приезжали из Латинской Америки. И там проходили, ну, в Чикаго проходили соответствующие, так сказать, уроки. Подготовку. Подготовку, да. И это было крайне важно, потому что они выдвигали на первый план идеи либерального капитализма. Они говорили, вот это нам нужно иметь такую школу, которая бы заставила людей руководствоваться рыночными принципами. Это было важно, потому что тогда на первые, так сказать, места выдвигались уроки не государственные, а уроки рыночные. И вот сегодня, когда мы выбираем, какие следующие шаги нам нужно делать, мы же каждый раз обращаем внимание на то, шаги рыночные и шаги государственные. Какие модели существуют, какие работают. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот смотрите, вы же сказали, что из Латинской Америки приезжали вот эти юные реформаторы в Чикаго проходить подготовку с тем, чтобы потом вернуться. Вы имеете в виду Чили, наверное, прежде всего, да? Совершенно верно. Но как мальчики, они получили название от Пиночета, не от этого другого. И не из Чикаго, не от Альенда, в смысле. Не от Альенда, да. Они получали от Розвельта. Мы сейчас делаем короткую паузу, и с этого момента ровно с Пиночета, и начнем следующую нашу часть. Я напомню, это программа «Выбор Ясин» с Евгением Ясиным. Оставайтесь с нами. Программа «Выбор Ясин». Вы слушаете радио «Эхо Москвы». Это программа «Выбор Ясин». Меня зовут Алексей Соломин. Я напомню, что я сегодня заменяю Ольгу Журавлеву на ее законном месте. А основной хозяин этой передачи, так скажем, Евгений Ясин. Здесь по-прежнему с нами. Евгений Григорьевич, еще раз вас приветствую. Я очень рад приветствовать здесь вас. Спасибо. Вспомню Олю Журавлеву. Передаем ей привет. Она в отпуске, но вернется. Желаем. Всего доброго и продолжения этого разговора. Мы закончили на чикагских мальчиках, который ми прозвал своих же реформаторов чилийских. Пиночет. Вообще, Пиночет очень интересная фигура, проклинаемая многими, совершенно, наверное, справедливо. Потому что на его совести, в общем, подтверждено огромное количество измученных людей, жертв. Мои первые воспоминания об этой фигуре заключаются в том, что в Чили уничтожали, убивали большое количество людей, которые до этого собирались на стадионах для того, чтобы сопротивляться политической линии Пиночет. Потому что приход к власти Пиночета был через переворот. Это был очень, да, кровавый. Очень кровавый. И, конечно, человеку, который, так сказать, вырос на хлебах, так сказать, советских, сталинских и так далее, там классовые принципы играли большую роль, чем любые другие. Вот, но здесь мы впервые столкнулись с тем, что одновременно Пиночет с точки зрения экономической был либералом. Вернее, он сам лично не был либералом. Но те, так сказать, советы, которые ему давали, ему давали либералы. Да, они чикагские мальчики, они наследники нашего Фридмана, либерального Фридмана. Я почему говорю «нашего», потому что потом мы имели на своей стороне, вернее, сначала против, а потом на своей стороне Рейгана. Рейган был одним из ярких представителей либерализма. Вот смотрите, Пиночет приходит, сменяет Сальвадор Альенде, лидер левых, который проводил совершенно противоположную либералу политику и политическую линию. Ну, и был, наверное, более мягким, но и с этой точки он очень много национализировал, практически вся экономика была государственная. И, более того, возможно, проводил бы еще более такую социалистическую политику в территории страны. Нет, Альенде, Альенде я имею в виду. А, Альенде, да. И на это место приходит Пиночет, который начинает с серии очень серьезных реформ. Да, реформ либеральных, которые шли со стороны таких вот сторонников как раз Фридмана и тех людей, которые занимали его место в Чикагском университете, а затем выросли в чикагских мальчиках. Вот смотрите. Они стали профессорами, уже окончив, так сказать, школу мальчиков. Вот то, что называется контрреформой Пиночета, контрреформой по отношению к реформам Альенде. Цены. То, что, в общем, можно спрогнозировать. Цены сразу поднимаются в 18-20 раз. Да. На все. На продукты питания, на продукты потребления. Естественно, люди это не любят. Около 20% населения Чили находится за чертой бедности. И многие сегодня говорят, что поскольку в Чили очень много бедных, и что это наследие Пиночета. И поэтому критикуют его экономическую политику. Но есть, ну вообще, Чили одна из самых экономически преуспевающих при этом. Совершенно верно. И во многом реформы, которые были сделаны в эпоху Пиночета, к этому привели. Одна из самых транспарентных в экономической точке зрения. Совершенно верно. А я напомню еще и со стороны нашего российского опыта. Я подчеркиваю уже российского опыта. Просто мы, вот я как раз хотел перейти. Нужно одну только ремарку сделать, что Пиночет ушел в результате демократических выборов. Что вообще не свойственно для тиранов. А потом его как раз судили. Он жил в Великобритании. Потом, так сказать, его старались присудить. И в конце концов он умер в тюрьме. Да. Просто я хотел вас спросить. Вот вы позитивно оцениваете экономический опыт Чили? Экономический. Экономический опыт Чили. Опыт Пиночета. За репресс. В Пиночет. Вот смотрите. Просто интересный очень момент. Ведь вряд ли удалось провести эти неолиберальные реформы в Чили, если бы у Пиночета не было авторитарной системы правления. Правильно. Означает ли это, что путь к светлому, доброму, либеральному будущему у нас в том числе может идти через вот этот переходный авторитарный жесткий период. С подавлением оппозиции, с подавлением инакомыслящих, с кровью даже возможно. Допускает ли вообще теория такое? Ну, с моей точки зрения, там разные могут быть взгляды и так далее. Но моя позиция такая, что за определенными пределами мы не можем себе позволить, я имею в виду либералы, не можем себе позволить тех взглядов, которые позволял Пиночет. И когда мы говорим о политике тех, кто ему подавал советы из Чикаго, мы имеем в виду либералов, которые предполагали, что есть определенная граница, которая может себе позволить авторитаризм. Но потом, я прошу прощения, возникает принципиальная линия либеральной политики. И то, что предлагали они в области экономики, это была либеральная политика. А теперь я продолжу. Вот, и теперь мы продолжаем. Важный момент, потому что я вспоминаю, когда в России торжествовала такая либеральная политика. В самом ярком виде это был Егор Гайдар. Это был 92-й год. Это был конец 91-го года. Самые яркие времена русского либерализма. Ну, лицо Гайдара говорит само за себя, хотя оно ничего не говорит об убийствах и прочих вещах, хотя это была очень жесткая политика. То, что называют шоковой терапией. Да, совершенно верно. А перед ней он копировал это у Лешика Болсеровича. Не совсем копировал, потому что условия в России были гораздо более жесткие, чем в Польше. В Восточной Европе. Да, но тем не менее. Кстати, Милтон Фридман ведь очень серьезное влияние оказал на события в Восточной Европе. Он консультировал правительство тоже. Совершенно верно. Но я хочу как раз в этой связи затронуть такой момент, когда вот уже казалось, что в России побеждает Гайдар. А вернее, Гайдар уже был снят, и на его месте был Чубайс, другие люди. И не то, что это были люди против Гайдара. Ну, скажем, такой ярко выраженный русский либерал, как Михаил Дмитриев. Он сейчас известное лицо и все. Но тогда он побывал в кругу, так сказать, своих сверстников. Там много было людей в Чили, того пеночетовского времени, которые приехали из Ленинградской школы от нас. Вот один из них это Дмитриев, затем там еще были такие люди. И вот что меня поразило, когда я слушал Дмитриева. Сам я не имел возможности. Я был уже старый. Я не думал, что я смогу долго держаться. И я прислушивался к тому, что нам в качестве теоретических основ предлагает Дмитрий. Дмитрий как раз был среди тех, кто поехал в Чили. И, значит, когда пеночет уже, по-моему, ушел в отставку, но он проповедовал пеночета в каком смысле? Что мы должны для того, чтобы победить, мы должны проводить авторитарную политику. Мы не можем от этого уйти. Потому что, если мы посмотрим на ту политику, которую проводили наши предшественники в Чили, то мы бы увидели как раз тех людей, которые добивались либеральных, как говорится, результатов. Значит, они добивались, это были в политическом плане теоретические, может быть, результаты. Но мы добивались этого в качестве образца, которому мы можем следовать. Это означало, что в России следовало запретить коммунистическую партию? Совершенно верно. Но, кроме того, значит, это было и то, что вы должны добиваться в России каких-то авторитарных результатов. Но, если хотите, это можно сказать, что есть такие периоды, когда в российской политике позитивную роль играет авторитарный режим. Ну, вот это, если вы хотите посмотреть, это они. Ещё не было ничего похожего в России. Но уже показывали на Чили, на Пиночета. И, смотрите, они добились успеха. Наконец, сегодня успехи, так сказать, либеральной экономики в Чили, учитывая вот то, что применялось Пиночетом и было советами, которые привезли чикагские мальчики и так далее, вот это было там. И мы должны, чтобы добиться успеха, мы не должны смущаться тем, что когда-то это делалось в Пиночетовской Чили. Вот смотрите, Чили давно сняли, победил на выборах в 89-м году оппозиционер, человек, который является его противником. Но при этом Чили не растеряла своих успехов. Хотя там сейчас есть такие моменты, когда, ну, говорят о том, что многое из того, чем Чили гордилось, выбираем, оно вроде бы потеряно. Но вот по индексу развития человеческого потенциала страна на 44-м месте в мире. Это, в общем, очень серьёзно. А среди стран Латинской Америки одна из самых преуспевающих стран. А почему в Россию-то не вышло? Вот это вопрос. Я-то считаю так, что мы должны вот все эти тонкости учитывать, а потом смотреть, а до какого периода мы можем дойти. Потому что если мне предложат рассмотрение российского авторитаризма, значит, во-первых, я не считаю, что политика Гайдара в 92-го года является политикой авторитаризма. На самом деле авторитаризм начался позже, после того, как его стал проводить Ельцин. И Гайдар уже был в отставке, а Ельцин в это время собирал свою президентскую конституцию 93-го года против парламентской конституции годом ранее. То есть кризис 93-го года вы имеете в виду как начало авторитаризма? Да, кризис 93-го года это было начало как раз вот этих советов, которые в значительной степени подбирались из наследия Пиночета или тех людей, которые ему подавали экономические советы. Было-то что-нибудь такое в российской постсоветской истории? Было. Потому что первые шаги, предположим, нашего Владимира Путина, они тоже, во-первых, они опирались на ту, так сказать, политическую систему, которая сложилась при Ельцине. Хотя там это вопрос и спорный, но тем не менее. Факт и соответственно, большинство этих шагов, которые были вначале взяты за основание у Путина, это было от Ельцина. Но для меня существенно... В России стал работать рынок. В России стал работать рынок. Вот это я хочу обратить внимание, чтобы как раз вы должны смотреть логику. Рынок по-настоящему стал в России работать не тогда, когда там открыл самые такие тяжелые страницы Гайдара. Это была либеральная политика с точки зрения открытия возможностей. И начинать с чего-то другого в России было нельзя. Надо было взять это за основание. Теперь дальше мы берем... Когда мы взяли то, что брали за основу у Гайдара, то потом первые успехи были положительные. Ну, хорошо. Не будем там с самого начала оценивать достижения Путина и его друзей из армии, из этих самых силовых структур и так далее. Но если мы посмотрим, что из чего состояли первые шаги вот этого авторитарного режима. Ну, в каком-то смысле мы говорили только что из уст, скажем, Дмитриева, мы, так сказать, брали примеры из авторитарного режима. А наш уважаемый президент Сюнин, он тоже, мол, с самого начала брал эти вещи. Но, что он делал? Во-первых, это было время, когда очень сильно поднялись цены на нефть. Кроме того, что были и важные подвижки в повышении, в либерализации, так сказать, режимы. Это то, что был много, большой слой активистов из числа предпринимателей либералов. Ну, Каха Бендукидзе, вот я одного из них вспомню. Сейчас уже никто не вспоминает, потому что у него там были заслуги в Грузии и так далее. Но, на самом деле, он по части того, что происходило в России, в Реформаторской, он был одним из самых заядлых таких либералов. А дальше, когда мы рассматриваем уже другие шаги и этого, значит, режима Путина, только я должен сказать, и вы обратите внимание в нашем докладе высшей школе экономики, который был подготовлен мной в последнюю очередь, Акендиновой следующим шагом и Бессоновым, значит, как наиболее заметной фигурой, так он как раз обращал внимание на то, что вот первый перевод путинского режима – это большие достижения либерального режима предшествующего. Потому что мы получили главные достижения в области, так сказать, вот таких хозяйственных двигов. Именно, ну, сейчас говорят, скажут все, как один, что за счет этих самых либеральных нефтяных цен, ну, может быть, я не буду спорить, но если вы остановились на этом, вы ничего не оценили. Возьмите наш доклад и прочитайте раздел, написанный Бессоновым. Ну, и к тому же... Владимир Аркачев, я прошу прощения, мы не являемся полностью единомышленниками, но он подчеркнул такую мысль, что это был такой период, когда достижения реформаторского режима были самыми большими. И почему? Потому что активно использовались те, так сказать, моменты, которые были продвижением революции. Мне кажется, есть достаточно очевидный ответ на тот вопрос, почему не получилось. Если сравнивать российскую модель с моделями Чили, или модель, например, другой преуспевающей экономики, Сингапура, где тоже авторитарный очень правитель, авторитарная система, при свободной экономической, при свободной либеральной экономике. Да, очень хорошая мысль. Это нетерпимость коррупции. Вот что об иначе это? Сейчас в версии по рейтингу Transparency International в Чили 20-е место занимает по уровню, один из самых низких уровней коррупции. В Сингапуре, ну, известно, да, одна из самых ярких черт Ли Куань Ю, это посадки, как у нас говорят, в тюрьму чуть ли не своих родственников из-за фактов коррупции. В России же на это не обращают внимания, а это, в свою очередь, оказывает влияние на судебную систему. А прогнившая судебная система, при прогнившей судебной системе, никогда работающей либеральной экономики не будет. Это я готов с этим согласиться, но, тем не менее, мои, как говорится, отношения к взглядам Ли Куань Ю, они не являются полностью, как бы, ну, я не принимаю их полностью. Есть свои соображения, и эти соображения привязаны к тому, что китайцы иначе не могут, и вы нам не мешаете. Дайте нам возможность, так сказать, позаимствовать вот эти особенности, и мы получим достижения. Ну, я возвращаюсь теперь опять, Ли Куань Ю уже нет, там режим продолжается. Я смотрю, что происходит в Китае, в Китае, я прошу прощения, режим тоже продолжается. Понимаете, это не сейчас, не такая система, которая была предложена в 1978 году. Я к тому, что авторитаризм в России есть, но он направлен не на то. То есть, вместо того, чтобы жестко бороться с коррупцией, мы боремся с инакомыслием. Да, в Чили тоже боролись с инакомыслием, но они все-таки сажали коррупционеров. Я очень благодарен вам за то, что вы на это обратили внимание. Я все равно бы, если бы вот мы дождались, я бы тоже бы обратил внимание на этот момент. Я хочу сказать, что вы посмотрите, вот этот был период нашего авторитаризма, начальных шагов. Когда Путин только стал президентом, там товарищи из его окружения, которые тоже, так сказать, получили свои места и так далее. Хотя, я не знаю, мне кажется, что Дмитриев, сегодняшний Дмитрий, не стал бы отстаивать их взгляды всех подряд. Но, тем не менее, это были совершенно очевидные достижения. И с точки зрения моего друга Владимира Аркадьевича Бессонова. А теперь мы доходим до 2012 года или до 2014 года. У нас минутка осталась. И мы видим, что тогда, к этому времени ситуация изменилась. Усиление позиций авторитаризма в этих условиях уже таких позитивных результатов не дает. И мы сегодня как бы сталкиваемся с тем, чтобы посмотреть, а для следующего периода, какие нужны шаги. Спасибо вам большое. Думаю, что еще будем разговаривать уже с Ольгой Журавлевой, наверное. Продолжим этот разговор. Я с большим удовольствием, когда Оле, если понадобится, еще куда-нибудь ехать в отпуск. С удовольствием приду ее заменить.